Хилари Дайан Родем Клинтон, американский политик, сенат Родштадта Нью-Йорк, первая леди США, государственный секретарь США, член Демократической партии, одна из основных кандидатов на пост президента США на выборах 2016 года. Биография Хилари Родем родилась 26 октября 1947 года в Чикаго. В 1969 году в колледже Уэллсли получила степень бакалавра и поступила на юридический факультет Ельского университета. В 1973 году получила степень доктора права именно в университете она познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном. Они поженились в 1975 году, до замужества работала в фонде защиты детей в аппарате юридического комитета Палаты представителей, затем переехала в штат Арканзас, где Билл Клинтон начал политическую карьеру. С 1975 года преподавала на юридическом факультете университета Арканзаса, а с 1976 года работала в юридической фирме Рослой Ферм. В 1978 году президент Джимми Картер назначил Хилари членом правления корпорации юридических услуг. В том же году Билл Клинтон был избран губернатором Арканзаса. Будучи первой леди штата в течение 12 лет, Клинтон весьма активно участвовала в общественной жизни штата, в частности, в таких областях, как образование, здравоохранение и защита прав детей. В 1986-1992 годах Хилари Клинтон была членом совета директоров компании Walmart Storsing, став первой леди США после победы Клинтона на президентских выборах 1992 года. Хилари по просьбе мужа в 1993 году возглавила оперативный комитет по реформе здравоохранения, однако год спустя ушла в занимаемой должности. В 1998 году в ходе крупного скандала вокруг отношений Билла Клинтона с практиканткой Белого дома Моникой Левински, который едва не закончился импичментом президента, Хилари оказала поддержку неверному мужу и не пожелала расстаться с ним. У Хилари Клинтон есть дочь Челси, политическая карьера президентства Билла Клинтона. По мнению многих, Хилари Клинтон являлась самой влиятельной хозяйкой Белого дома в истории Соединенных Штатов. Она амбициозная женщина, хорошо осознающая свою компетенцию и свою значимость. Ее считают более интеллигентной, спокойной и осмотрительной в выборе слов по сравнению с мужем. Те, кто знает ее ближе, ценят ее остроумие и чувство юмора. Она удивительно может подражать другим людям. Хилари Клинтон независима и в финансовом отношении. В 1990 году ее годовой доход составил 190 тысяч долларов, в 1993 уже 250 тысяч долларов, губернаторский доход ее мужа – 35 тысяч долларов в год. В 1986-1992 годах занимала пост члена Совета директоров Уолмарт. Несмотря на отсутствие опыта работы на федеральном уровне, Хилари принимала активное участие в политической жизни США, в частности, в целом неудачной попытки реформировать систему здравоохранения страны. В январе 1993 года Билл назначил ее главой оперативного комитета по реформе здравоохранения. Он добивался медицинской страховки для всех граждан США и предлагал часть расходов возложить на плечи работодателей и производителей медицинских товаров. Противодействие медицинских производителей отсутствие поддержки в Конгрессе сделали реализацию реформы невозможной. Хилари Клинтон ушла в отставку со своего поста. Сенатор от Нью-Йорка в 2000 году Клинтон избирала сенатором в штате Нью-Йорк. Менеджером ее предвыборной кампании был Билда Блазия, общественный адвокат Г. Нью-Йорка. Уверенно выиграв перевыборы в Сенат в ноябре 2006 года, Хилари Клинтон долгое время считалась одним из фаворитов президентской кампании 2008 года. После официального начала президентской гонки осенью 2007 года, Хилари являлась одним из самых известных публики кандидатов на пост президента США и пользовалась значительной поддержкой избирателей и демократов. При поддержке своего мужа Билла Клинтона, а также огромных капиталовложений в рекламу, Хилари занимала ведущей место в рейтингах и опросах избирателей. Вплоть до ноября 2007 года за нее были готовы отдать свой голос 40% всех избирателей левого и демократически-либерального толка. Но ситуация резко изменилась в конце 2007 года, когда многие избиратели начали подозревать пару и всю систему США в непотизме, мафиозном засилье узкого круга крупного капитала. В результате съезд фракции в Айове 3 января 2008 года выявил желание избирателей видеть переменные новые лица в политике. Хилари набрала всего 29% голосов демократов, уступив Эдвардсу и Обаме. После этого она решила одновременно смягчить свой точеный образ холодной и расчетливой леди на более мягкие в эмоциональном плане с помощью присутствия дочери эмоциональных моментов, где у нее даже выступили слезы. Тем не менее, как показывают опросы среди женщин-избирателей большинство опять-таки поддерживает Обаму, а не Клинтон. На праймерис в начале 2008 Хилари уверенно побеждает в штатах Огайо и Рот-Айленд Барака Обаму и с незначительным перевесом в штате Техас. Но проигрывает Обаме в штатах Миссисипи и Вермунд. 22 апреля Клинтон одерживает важную победу на праймерис в штате Пенсильвания. 7 июня 2008 года отказалась от продолжения внутрипартийной борьбы и заявила о поддержке кандидатуры Обамы, государственной секретарь США. Номинация и утверждение. После победы Барака Обамы на президентских выборах 2008 он предложил Хилари Клинтон занять пост государственного секретаря США. 21 ноября Хилари Клинтон согласилась занять этот пост, о чем Барак Обама официально объявил 1 декабря. 10 декабря Конгресс принял специальный закон о снижении зарплаты государственному секретарю, чтобы действующий сенатор смог стать государственным секретарем. Закон был подписан Джорджем Бушем-младшим 19 декабря. Одновременно сенатор Хилари Клинтон была лишена всех повышений заработной платы с 1 января 2007 года. Слушания по кандидатуре Хилари Клинтон на должность государственного секретаря начались в Сенате. В Комитете по международным отношениям 13 января 2009 года, два дня спустя, комитет одобрил ее кандидатуру. После инаугурации Барака Обамы 20 января Сенат отложил принятие решения по кандидатуре Хилари Клинтон. Решение было принято полным составом Сената 21 января и одобрено большинством в 94 голоса против двух. В этот же день Хилари Клинтон приняла присягу и сложила полномочия сенатора от штата Нью-Йорк. В государственный департамент новый госсекретарь приехала 22 января. Деятельность на посту госсекретаря. В первый же день работы Хилари Клинтон 22 января 2009 года госдепартамент посетили президент Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден, в присутствии которых госсекретарь объявила о назначении новых спецпосланников. Бывший сенатор-демократ Джордж Митчелл назначен спецпосланником по вопросам мирного урегулирования на Ближнем Востоке, а послом в Афганистан и Пакистан назначен Ричард Халбрук, бывший представитель США при ООН в администрации Билла Клинтона. О своей деятельности и размышлениях за четыре года на посту госсекретаря США выпустила мемуары «Харчос». Клинтон как вероятный кандидат в президенты США считает, что США следует разработать полномасштабную стратегию по борьбе с исламистским экстремизмом по типу той, что было у США в отношении коммунистической идеологии СССР. Не стесняясь выбора средств достижения цели и самим решительно свергая светские режимы для замены их неэкстремистскими исламистскими режимами, чтобы вакуум власти не был занят антиамериканским исламистским экстремизмом. Мы сделали хорошую работу при истерживании Советского Союза, хотя мы сделали много ошибок, мы поддерживали разных негодяев, мы делали некоторые вещи, которыми мы не особо гордимся, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии, но у нас была всеобъемлющая стратегия во всем, что мы пытались делать, и что привело к поражению СССР и коллапсу коммунизма. Это была наша цель, мы ее достигли. Уже после отставки из поста государственного секретаря в марте 2015 года, разразился скандал за использование ей личного электронного почтового адреса для передачи конфиденциальной служебной информации. И хотя ФБР США в результате расследования рекомендовали генеральному прокурору США не предъявлять ей обвинения, 8 июля 2016 года официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что расследование против кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон возобновлено и будет продолжено. В отставке в марте 2014 года на благотворительном вечере в Калифорнии Клинтон высказалась о сходстве между курсом нацистской Германии в 1930-е годы, предлагавшей защиту этническим немцам в других странах и политикой России в Крыму. 12 апреля 2015 года объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2016 года Демократической партии.